Всем привет! Сегодня понедельник и с сегодняшнего дня у меня отпуск. Одну неделю я взяла, чтобы сделать кое-какие дела, которые накопились. Например, сегодня, вот буквально через 40 минут мы поедем с нашей собачкой Алька. С одной одна дома останется. Она девочка. Алька, да? Мы поедем прививку ей ставить. Я поставила термин. Ну, как, время назначила. И вот у нас на полодиннадцатого назначено время делать прививку. Раз в год мы делаем. Вот так выглядит ее паспорт. Вот. Так. Это... Это нет. Вот. Ее зовут Алька. Порода Джек Рассель. Девочка. Это когда она родилась. И какой у нее цвет. Что на триколок. Выглядят прививки. Прямо как у человека. Еще. Вот еще. Прививки. И до какого? Вот уже срок годности. Еще в ноябре 21-го закончился. Но это не страшно. Она собака здоровая. Так что я с вами, наверное, пока еще прощаться не буду. Может быть, сегодня понедельник. Может быть, я еще что-то запишу. Посмотрим. Ну, в основном, мне надо убираться. Ну, домашние дела делать. Кушать, готовить. Так что, может быть, еще что-нибудь запишу. Так что я пока с вами не прощаюсь. Ну, все. Мы приехали. Да. Много новых запахов. Так. Вот приехали мы домой. Все. Прививку ей поставили. Вот она. Так, нет. Не она. Вот она. Четвертая прививка теперь. До 17 января следующего года. Январе в следующем году ставят прививку. И я попросила, чтобы мне еще дали таблетку от глистов. Конечно, это не бесплатно. Где-то 7 или 8 евро стоит одна таблетка. Это от глистов. Но сейчас ей давать нельзя, потому что она сегодня прививку получила. Таблетку надо дать после примерно 3-4 дня, после того, как поставили прививку. Нельзя сразу давать от глистов таблетку. Чуть попозже, туда ближе к весне, может, не знаю, в феврале-марте, я еще куплю ей от клещей и блох. Это одна таблетка. Вот. Я сразу поставила термин для нашей второй собачки. Где она? Вот она, наша собачка. Наша мама. Клео. Да? Все. Алька получила. Понедельник у нас продолжается. Вот. Приготовила я салат по одному рецепту. Это корейский салат. Он не сильно острый. По рецепту там надо было ложить много перца. я всегда ложу чуть поменьше, потому что я сильно острое не переношу. Поэтому я всегда добавляю чуть-чуть меньше. Вкусняшка. Я буквально ложечку себе наклала. Не из-за того, что я не хочу. Просто я его только что сделала и он должен еще настояться. Поэтому вот кусочки, небольшие кусочки мяса пожаренные с луком. Вот лук видать. Отдельно я можно сказать не пожарила, но буквально 2 минуты на сковородке. Ну да, можно сказать, что пожарила, потому что не надо, чтобы перец был как разваренный. По идее сырой он должен в салате присутствовать в сыром виде, но я не люблю. Я люблю такое вот аль денте что ли сказать. И он сейчас попробую. И он вроде бы жареный, но он еще как бы полусырой. Огурцы свежие. Ну, естественно, перец, уксус. Ну, в общем, рецепты я говорить не буду, потому что рецепт не мой. это я нахожу в интернете очень много. Я не то, что время провожу в интернете, а просто очень много. Я ищу всякие разные рецепты, не обязательно только корейские. Я вообще люблю разные рецепты. Ну, как-то вот почему-то на соснух шибательная. Ну, почему-то в последнее время вот меня на Корею пробило. Мукбанг. Очень часто смотрю всякие мукбанги, или как назвать. И вот меня что-то пробило немного. Салат должен настояться, поэтому мужа еще дома нету. Он должен через полтора часа где-то прийти, и как раз салат настоится. Он где-то пару часов и должен настояться. Но я прям не удержалась. Вкусно. если кто-то захочет, я могу потом написать полностью рецепт, как я делала. Ну просто я не показываю, потому что это получится плагиат. Поэтому мне как-то страшно. Потом скажут авторские права. Ну в общем вот так. Но на сегодня это еще не все. У меня еще вчера я готовила вечером, поэтому у меня еще на сегодня осталось немножко в холодильнике еда. Поэтому буду ждать мужа, потом с ним покушаю. А сейчас мы перейдем в другую комнату. Я покажу вам небольшую посылочку, которая мне пришла из Китая. Ну в общем пойду показывать. Вот пришла мне посылочка из Китая в таком пакетике. Я уже раскрыла. Ну теперь догадайтесь, что меня ожидает, какая работа. Ну что, история такая. Сделала я украшение, в одном из видео я показывала, что я делала украшение из аметиста, вот именно точно такого же, с таким же сердечком и с цепочкой, да. Ну в общем я своей коллеге по работе отдала, ей понравилось. Это как раз было в декабре у ее мамы день рождения. Она подарила это колье, бусы, как назвать, своей маме. И на день рождения пришли, ну как обычно бывает, на день рождения пришли гости, ну родственники и сказали, чтобы, ну ей сказали и попросили, чтобы она меня попросила в общем сделать еще два точно таких же колье. Я немножко, конечно, в шоке. В каком? В том, что опять эти сердечки из этих сердечек опять надо делать из этого же аметиста с этой же цепочкой. Хотя я предлагала много разных сердечек. У меня, например, вот такое сердечко есть. Ну, я могу еще, конечно, еще другие показывать. ну ну в общем у меня много разных всяких сердечек, кулонов. Но она сказала нет. Ее сестра и ее тетя попросили сделать для них два украшения. я в шоке из-за того, что будут опять одинаковые все, да, и я предложила из других камней, да, например, ну можно агат, малахит у меня есть, да, зеленый. У меня много разных камней. У меня вот не помню, как он называется, сердолик или как. У меня много разных камней есть и разного размера, и разного цвета, есть вот такие. Но она говорит, нет, они хотят именно с аметистом и точно такое же. Ладно, в принципе, заказ, конечно, есть заказ, но я, конечно, попробую немножечко по-другому все сделать, да, чтобы они были, хоть немножко отличались друг от друга, но мне просто немножко странно, что три женщины из одной семьи будут в одинаковых украшениях ходить, да, в принципе, я еще раз повторюсь, заказ, есть заказ, и вот буду делать, опять, буду делать, ну, это то, что я для других заказывала, а для себя и заказала, вот, ну, для себя я заказала, это уже давно мной куплены кулоны с такой иллюминацией, я попробую передать, вот, вот, смотрите, какая иллюминация, они два абсолютно разных и по размеру, и по форме кулоны, вот, и реши, они у меня очень долго уже лежат, ну, в общем, я решила сделать из них для себя украшение красивый, сейчас у нас пасмур, на солнце нету, но на солнце, мне кажется, он вообще будет сверкать, обалдеть, вот, но это будет для меня уже, ну, вот такие были у меня посылочки, буду заниматься заказом на этой неделе, пока я в отпуске, но потом я планировала, конечно, вам показать украшения, которые я уже сделала, у меня готовые есть украшения новые, скоро будет тоже видео про это, это будет если выこれで Продолжение следует...